Только настоящие друзья могут прийти на помощь в трудную минуту. Они всегда рядом и мы можем на них надеяться. С такими словами сегодня начал свою встречу президент Анатолий Бибилов с российскими военными, которые развернули в Схинвале военный госпиталь. Слова благодарности от себя и от имени всего народа выразил глава государства медикам, проработавшись здесь два месяца. Я хочу от себя лично и от народа республики Южной Осетии, от тех пациентов, которые вам безмерно благодарны за ту помощь, которую вы им оказывали здесь, в стенах мобильного госпиталя, Я хочу выразить огромную, огромную благодарность от всей души, от всего сердца, потому что эта помощь связана с спасением жизни людей, жизни граждан республики Южной Осетии. Российские военные прибыли в Схинвал после того, как руководство республики запросило у России помощи из-за вспышки коронавируса. По просьбе Верховного главнокомандующего министра обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поставил задачу оперативно развернуть в Южной Осетии мобильный госпиталь. Я хочу выразить благодарность руководству Российской Федерации, Министерству обороны Российской Федерации за оперативное реагирование на ту просьбу, которая была со стороны республики Южной Осетии. Каждый из вас внес свою лепту для того, чтобы вместе мы поборолись за наших граждан, за здоровье наших граждан, вместе поборолись против того недуга, который сегодня гуляет по всему миру, COVID-19. И вместе мы сделали всё для того, чтобы в какой-то степени удержать ещё большее развитие вот этого масштабного ужаса, который в принципе сегодня опять-таки есть по всему миру. Вы помогли каждому, кто обратился к вам за помощью. Это было трудное время для Южной Осетии, но благодаря вам мы смогли справиться с этим недугом, отметил президент. Каждый из вас старался, чтобы ваши пациенты были довольны, чтобы за ними был прекрасный присмотр. Я когда посещал красную зону, я видел глаза этих больных, я видел, как они благодарили вас, я видел, с каким теплом они говорили о медсёстрах, о врачах, о тех, которые заботились о них. И, наверное, вот это самое главное лекарство, которое может быть от всего недуга, это отношение врача, отношение медсестры, санитарки, отношение тех людей, которые окружают этих больных. Слова благодарности выразил посол Российской Федерации в Южной Осетии Марат Кулахметов. Около двух месяцев вы, военные медики, достойно представляли Российскую Федерацию на земле Южной Осетии. Благодаря вашему соотверженному профессиональному труду в взаимодействии медиками Южной Осетии, вы смогли преломить ситуацию с ковидом в лучшую сторону. Спасибо вам большое. И от лица посла Российской Федерации выражаю вам благодарность. Желаю вам всем военной удачи, продвижения на военном поприще, семейного счастья и благополучия. Спасибо вам за проделанную работу. В составе полевого медицинского подразделения более 130 военнослужащих и 37 единиц спецтехники. Личный состав мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений Западного военного округа, совершив марш на штатной технике протяженностью около 2000 километров из Московской области, прибыл в Цхинвал в начале ноября. Сегодня все они были награждены медалями за службу на Страже мира, почётными грамотами и благодарственными письмами президента Республики Южная Осетия. Многим были вручены серебряные монеты Архангела Гаврила. Госпиталь был предназначен для стационарного лечения пациентов с коронавирусом и состоит из приёмно-сортировочного госпитального инфекционно- и санитарно-эпидемиологического отделения, а также отделения анестезиологии и реанимации. На днях военный госпиталь будет собран и отправится по месту назначения. На сегодняшний день в госпитале нет ни одного больного.